Полки с баночками мармелада, зефира и маршмеллоу. У любого сладкоежки вроде меня глаза загорятся при таком разнообразии. Любителей подобного лакомства сегодня немало в окружении любого из нас. На 23 февраля мы удивились, сколько дарили мужчинам тоже вкусняшки. Хотя мы думали, что это только любят женщины и дети, но к нам и мужчины часто приходят тоже за вкусненьким. Этот мармелад не купить в обычном супермаркете. Яркие, красочные, красивые и забавные. Они еще и разные на вкус. Есть кислые, фруктовые, даже острые и лакричные на любителя. В любом случае, консультанты магазина «Настоящие феи драже» могут собрать для вас уникальный бокс ассорти. А подарить его или съесть самим – решать только вам. Я обожаю обезьянок, которые с кокос-манго. Обожаю морковки. У нас есть еще немножко такой маньячный мармелад. Это вот пальцы, мозги, зубы. Еще раньше были глаза. Я его тоже люблю, он тоже вкусный. Ничего не подумайте. Фруктовый. Я даже лакричную немножко люблю. Мне все нравится на самом деле. Я вот думала, что я однажды наемся, и мне это надоест, но вот до сих пор не надоедает. Действительно, мармелад – такая сладость, которая вряд ли может надоесть, потому что его относят к довольно легким, можно сказать, диетическим десертам. А в случае с ассортиментом «Шока-Стор» еще и очень разнообразен по вкусам и консистенции. Пробовать – не перепробовать. Знаете, и мне кажется, вот сладкоежки, они любят все. Кто-то больше шоколада, кто-то мармелад. Но мне кажется, мармелад – это такая универсальная сладость. И тоже, на самом деле, даже когда съешь пару мармеладинок, это уже поднимает настроение. И не обязательно, чтобы насытиться, скушать много. Они действительно не являются очень калорийными, потому что у них нет жира, как, например, в шоколаде. Для тех, кто предпочитает шоколад, здесь тоже очень приятный выбор узнаваемых и любимых всеми вкусов. Белый шоколад с кокосом, молочный с фундуком и арахисом, сладкие пасты – настоящая мечта детства. Найти секретный магазин сладостей довольно легко. С улицы Дзержинского поворачиваете на высоковольтную и идете буквально 100 метров в сторону медуниверситета. А дальше сворачиваете во двор трехэтажки, и там волшебная дверь.